Субтитры сделал DimaTorzok Так, смотрите-ка, проверяем, все ли нормально, да, круги надо лишь мне вырубить Что ж, всем привет, с вами Стал Краш, и это Любовь, деньги, рок-н-ролл, продолжаем, третья часть, прохождение, второго прохождения Как это смешно звучит, но это так Пить культурно большое искусство, и далеко не всегда это значит умеренно В случае с Химитсу пить культурно не пить вообще Я открыл опухшие глаза и с трудом повернулся на другой бок Уже светало, часы показывали без 15 минут 6 Пора вставать Я подряд с Химитсу за плечо, но та лишь мирно посапывала Просыпайся, громко сказал ей на ухо Химитсу открыла глаза и не понимающая уставилась на меня Пора Что, куда? Валить не с этой стороны пора Валить? Ты не помнишь, что вчера было? Вчера, кажется, дедушка Амка Гоменсан устраивал прощальный ужин Блажен, не ведающий похмелья Скорее прощальную пьянку Она выпучила глаза Я тяжело вздохнул и с трудом поднялся на ноги Те 10 минут мы уже собрали свои нехитрые пожитки и прощали с Кагомы Еще раз на свежую голову, ты точно уверена? Если это как-то навредит КБШ Корпорейшн, то можешь на меня рассчитывать Они как минимум не обрадуются Я оглядел в ресторан, но на нас никто не обращал внимания Документы под футоном Поняла, когда прийти в СССР, просто позвони сюда и попроси к телефону Иваму Русан Просто, но твой телефон могут подслушивать Послушивать, да и международный звонок сразу вызовет подозрение Ну да, пожалуй Кагомы задумывалась Тогда я попрошу кетке зайти к тебе Того жердяя? Большой души человека Большой души человека Усмехнулся я и подал ей руку Кагома сначала смутилась, но все же ответила на рукопожатие Кимица уже низко поклонилась Спасибо тебе за все И поблагодарил от нас дедушку Обязательно, только он будет После вчерашнего до полудня подсыпаться Мы вышли на улицу, я позвонил из ближайшего таксофона киоска и дал ему подробные указания, что как и где Конечно, был шанс, что его прослушивают Но мы с ним за долгие годы придумали множество слов совосочетаний Истинные значения, которых понятно только нам Таким образом, все приготовления были сделаны Я просил на невысокое каменное ограждение Отделяющие тротуар от воды Не очень безопасно, особенно рядом с рестораном Где наливают Неужели я вчера напилась? Так У меня воды тут нету, да? У меня есть бутылка Кимица встала рядом и страдальчески заполомила руки Самая малость, так сказать И все-таки что-то в этом плане не так А может и сам план паршивый? Слишком уж легко, Ирина согласилась на моего совета Слишком уж легко, Кимица забрала документы Слишком уж уверена, какого была в том, что у нее эти документы в безопасности Почему я вообще согласился? Просто плыву по течению Устал думать своей головой Слишком много переменных И у меня категорически не получается за столь короткое время Свести их все в одну понятную схему, систему Никакун! И Митсу взяла меня за руку, но больше ничего не сказал А что это еще сказал? Сейчас сдалось только ждать И вот наконец вдалеке показалась машина, которая медленно ехала в нашу сторону Я на автомате встал и направился ей навстречу Кто еще тут будет кататься в такой час? Кимица не отпускала мою руку и шла рядом Когда до автомобиля осталось метров 20 Из переулка визжа колесами выскочил другой черный седан Из окна высунулся человек, держащий в руках автомат И открыл огонь по первой машине Автоматные очереди были похожи на частый переулк Перестук ложек, на которых пытаются сыграть незавасоватую мелодию Пули пробивали стекла и они осыпались мелкой крошкой Практически сразу из первого автомобиля начали отстреливаться Вся эта сцена заняла не более пары секунд Но я застыл, крепко сжимая ладошку Кимицу И в состоянии отделаться от ощущения, что я на этой картине лишний Словно случайно оказался на съемке какого-то боевика И боюсь быстро покинуть площадку, чтобы не помешать актерам Еще мгновение и обе машины превратились в решето Автоматные трели затихли Где-то на краю сознания начал слышаться гром, глубокий бас Как будто эквалайзер выкрутили только на нижние частоты Никакун! Потом громче и отчетливее Никакун! Я пришел в себя и бросился бежать, увлекая на собой Кимицу Не знаю, остался ли кто в живых после этой перестрелки Но если да, они точно погонятся за нами Мы неслись мимо открывающихся магазинчиков Мимо торговцев рыбой Сворачивали переулки и выскакивали на узенькие лучки Повя на себе удивленные взгляды Мы не сбавляли темпы по автомобилям, ставшим отличным швейцарским сыром Остались далеко позади Наконец, я остановился, чтобы отдышаться Схимица ручьями лил пот Волосы растрепались и витли к раскрасневшемуся лицу Что это было? Никакун! В прямом случае, мои подозрения оказались небеспочивенными Но просто не могло все пройти так гладко Не знаю, видимо, русских обстреляли Или русские кого-то И что нам теперь делать? На них надеяться больше нельзя И сейчас-то пачка с деньгами, ох, как пригодилось бы Надо выбраться из города А там уже видно будет В кошельке осталась какая-то мелочь Должно хватить на два билета из Токио Дальше будем решать по обстоятельствам Схимица стояла молча и приходила в себя Понятно одно За нами охотятся Кто именно? Даже не суть важна Главное, нас вряд ли оставят в покое А больше рассчитывать не на кого Возможно, Ирина просчиталась А может, дело совсем в другом Это все интересно Разве То для исследователей теории заговора Я ощутил себя объектом Простым дополнением к папке бумаг Оставшуюся в ресторане Дары Моря Вот она сама по себе представляет ценность За нее готова умирать и убивать А наша жизнь не лишь расходный материал Подумай еще раз Ты ничего необычного вчера не заметила Дома или по дороге Вспоминай все Может кто-то показался подозрительным Не как он, я не знаю, я боюсь Обняв Химицу и пришел к себе Я почувствовал, как сильно она дрожит Сейчас главное защитить ее А не докапываться до истинных причин произошедшего Здесь как будто бы тихо Никаких следов той бойни Но кому-то мы определенно нужны Живыми Если бы просто отдать эти чертовы документы Вдруг я заметил вдалеке подозрительных мужиков в темных костюмах Пятница в 6 утра и тройенный прикид Как на деловые переговоры Плохое сочетание Слава богу, они были на таком расстоянии Что вряд ли могли нас заметить Потому что мы стояли за торговым автоматом Который прикрывал обзор Надо дойти Тихо сказал я Но куда, Никакун Похоже, Химицу совсем отчаялась Для начала прямо У меня не было времени уговарить Поэтому мне пришлось силы тащить Химицу за собой Около метро, даже не особо скрываясь Крутились подозрительные типы В которых можно было безошибочно распознать японских особистов Нас умело загоняли в угол Последовательно отрезая все пути к отступлению Казалось бы, что проще Скрыться в огромном мегаполисе Но не тогда, когда за тобой охотятся несколько разведок Впереди караулили японцы Сзади на пятки наступали, скорее всего, русские В честности, которых я уже не был уверен С одной стороны, мы были отрезаны морем А с другой, зажаты плотными рядами невысоких домишек Сгрудившихся, как армия гномов на подступах к Кребору Я уже чувствовал, что это конец, но не хотел еще больше пугать Химицу Возле станции людей стало больше И это давало возможность затеряться в толпе Но в то же время становилось сложнее домедить подпреследователей К тому же мне с моим ростом было практически невозможно Не выделяться на фоне невысоких японцев Я решил, что нам лучше избегать открытых пространств Мы свернули с улицы, ведущей к станции И оказались в узком прямом проуке Тянусь в одном направлении на добрую сотню метров Если на другом конце появятся враги То бежать нам будет некуда Я оглянулся, черные костюмы приближались Не как он! И Митсу выглядела отрешенной Наверное, у нее уже закончились силы волноваться И она в какой-то степени смирилась с тем, что может произойти Нас убьют? Нет-нет А что тогда? Я не нашел подходящих слов, чтобы ответить А из раза в раз повторять, что все будет в порядке, не имело смысла Мы быстро дошагали вперед и вскоре благополучно дошли до конца И тут вдруг неожиданный удар под дых Я согнул сполам, и с глаз посыпались искры Я потерял равновесие и мирном наговорении погрузился во мрак В следующую секунду меня уже куда-то тащили Я оказался на заднем сиденье машины В себя меня привел крик Химитсу Никакун! Здоровый верзил, а крепко держал ее за руки Помогите, убивают! Рефлекторно заорал я Но они не обратили на это никакого внимания Действуют слаженно и быстро Профессионалы, пронеслось где-то на краю сознания Пока я пытался вырваться, мозг ликорадочно анализировал ситуацию Химитсу потащили прочь от машины Никакун! Последний раз крикнула она Прямо чем ей поднесли к лицу какой-то платок Видимо с флороформом В следующую секунду она уже безвольно повисла на руках держащего ее громилы Я сделал последнее усилие, но на моих запястьях тут же защелкнулись наручники Что же вы делаете, сволочи? Мы же договаривались Меня заткнули не так безболезненно, как Химитсу А просто огрели по затылку И уже теряя сознание, я понял, что те несколько слов Кто долетели до моего слуха в то мгновение Были сказаны вовсе не по-русски Это и не русские вовсе Уже день прошел Серьезно, так быстро? Офигенно Окей Это уже не хорошо Так Так закончилась моя история Сказал бы какой-нибудь писатель, сочиняющий роман о жизни Николая Анохина Действительно, в реальном мире, в отличие от книг, большинство историй заканчивается далеко не хэппи-эндом Слепая череда случайностей и неведа и сострадания Не знает любви и не испытывает симпатии Смерть одного человека, тысяч, миллионов, раз в штабах даже нашей захолустной планетки Всего лишь совпадение вероятностей Не более значительное, чем выиграв батарею Я сделал ставку и проиграл, доверил своим соотечественникам И был ими обманут Холодный пол обжигал спину А кромешная темнота напрочь отбивала ощущение действительности Казалось, что я на самом деле умер И только резкая головная боль давала понять, что это не так Трудно сказать, сколько часов я провел без сознания Комната, где меня держали, больше напоминала чулан Без окон и за одной единственной металлической дверью Из-под которой не пробивалась ни лучика света Эй! Позвал я и этот хрип тут же отдался боли во всем теле Химитсу! Нас разделили и меня оставили в живых Значит, зачем-то я еще им нужен Воспоминания начали возвращаться Отдывая резкими выстрелами в затылке Кажется, оглушив меня, один из них сказал Но что именно? Я не запомнил лица нападавшего Возможно, даже он был в маске Удар, а потом занавес в темнота Как в театре Я вновь и вновь прокручивал в голове это мгновение Удар и слова на незнакомом языке Удар и... Гони, драйв! Драйв! По-английски И тут дверь открылась и всю комнату затопила ярким светом Он проникал всюду и как будто заполнял меня изнутри И я до боли зажмурил глаза, но от света было не спастись Тот-тами взял меня под руку и одним рывком поднял на ноги Потом меня долго вели по темным узким коридорам И вот, наконец, посадили на стул Освободили от наручников За спиной послужился звук закрывающейся двери В помещении, напоминающем комнату для запроса в полицейском участке Я был не один В глазах все еще пылал огненный белый пожар Но я как будто кожей ощущал, что в дальнем углу кто-то стоит, сокрытый в тени Николай? Я угадал Миссис Винтерс Вскоре на свет вышла и сама мать Кэтр Жаль, что мы встречаемся при таких обстоятельствах И села за стол напротив меня Кимицу Мой голос звучал хрипло и сдавлено, словно чужой Что вы сделали с ней? Пока что она в безопасности, что будет дальше зависит целиком и полностью от тебя А русские, я думал, нас схватили именно они И если бы мы опоздали хоть на минуту, так бы и было Она вынула из кармана пачку сигарет и встряхнула ее Сделав задумчивый вид, словно выбирая, какую именно сигарету достать Возможно, тогда вместо этого разговора вы бы уже были в Москве Но не судьба Столан от меня нужный Я уже говорил, у меня нет никаких документов Реальность происходящего начала постепенно все отчетливее доходить до меня А вместе с ней появилась и злость Охотно верю, что в прошлый раз это действительно было так Но до чьи-то исправила из сию досадное упущение Что? Ты так и не смог разглядеть всю картину целиком? Осмеялась она и все-таки закурила И это просто ждало ее возвращения И так удачно совпало, что она прикладила с собой документы, которые были нужны русским Не для нас, не для японцев они не представляют особой ценности или угрозы Но дают возможность обвинуть СССР в промышленном шпионаже Твои родители, к сожалению, слишком рано покинули этот мир, чтобы сыграть эту роль Да как вы? Я вскочил, но она посмотрела на меня таким взглядом Что я тут же понял, не стоит даже пытаться Итак, документы оказались в руках КГБ Осталось лишь схватить предателя Доделавшего работу, которую не смогли закончить его родители Наконец все встало на свои места Это с самого начала и был их план С самого начала меня настойчиво подталкивали к контакту с КГБ Создали все условия, чтобы у меня не осталось выбора Кроме как согласиться на условия ринг Не на своем месте была только одна деталь Если все так, как вы говорите, тогда стоит область за перестрелка Слишком много шума для тайной операции Ширилл Винтерс, похоже, этот вопрос не обрадан Русские в последний момент решили устранить свидетелей Значит, первыми стреляли они? Да Как удобно Хотя нельзя исключать, что это правда Ну допустим и что дальше Получается, я нужен вам вживой Для показательного процесса Цен русских шпионов идет по стопам погибших родителей Вы представляете заголовки У меня в голове была лишь одна мысль Защитить химицу Любой ценой Допустим, я сделаю все, что вы хотите Не в твоем положении ставить условия Насильно говорить вы тоже меня заставить не сможете Зависит от того, как дорого стоит твое молчание Например, жить твоей подруге достаточная цена И Али скрипнул зубами Все козыри Все козыри действительно у них на руках Сделаешь все как надо И она будет жить Займешься самодеятельностью И вы бы отправитесь на корм рыбам в Токийском заливе Предметный разговор, ничего не скажешь Где мои гарантии? Ох, извини, дома забыла Сказала она таким тоном Что сразу стало ясно Откуда у Кэтрин ее сарказм Может тебе еще верительную грамоту На торжественной церемонии вручить? Николай, ты, похоже, опять что-то не так понял Я здесь не для того, чтобы торговаться с тобой А для того, чтобы объяснить, как все будет Она наклонилась над столом И холодно посмотрела мне в глаза Мне хотелось спросить и про Кагомы Но все-таки была некая вероятность Что она ни при чем И этим вопросом я мог ее подставить Значит, и Ито все это время Японцы, безусловно, хороши в одном Они исполнительны и, если на своем месте Не задают лишних вопросов Неужели он настолько однокровно Использовал свою дочь? А откуда ты знаешь, что его дочь Не следовала его указаниям? Она хитро прищурилась И вновь напомнила мне Кэтрин Если вы собираетесь врать То делайте это хотя бы правдоподобно Она ухмыльнулась И откинулась на спинку стула Хорошо иметь человека Которому можешь так слепо доверять Нет уж Она не заставит меня усомниться в Химицу Мне бы стоило догадаться Что японцы не сами все это затеяли Сейчас единственное, что от тебя требуется Это сотрудничать с нами Получишь 10 лет А там глядишь И досрочно выпустят Ну а потом поговорим о том Как тебе жить дальше Это... Вы решили таким образом меня подкупить? Зачем так грубо? Я бы сказал простимулировать Сделать так, чтобы тебе было куда возвращаться С одной стороны предложение не такое уж и плохое Как можно подумать? Они оставляют в покое Химицу И даже предлагают в перспективе какую-то помощь Конечно у меня нет оснований им верить Но в одном мать Кэтрин права Не в моем положении торговаться Итак, что ты решил? Соблант согласиться на ее предложение Был слишком велик Но все же кто-то меня останавливал Можно назвать это предчувствием Миссис Винтер совершенно точно чего-то не договаривала Дали бы они со мной возиться иначе Значит, если хотя бы формально мне представлен Вы предоставлен выбор Принятие решения надо подойти вдумчиво Все-таки выбор есть еще Можно еще и не получить концовку лучше Серьезно? если я откажусь давайте проверим что такой отказ сначала а потом уже согласимся отказ я рискнул по крайней мере мне нужны какие-то гарантии шарел винтерс корчу они довольную гримасу это большая ошибка николай помню что тебя зависит не только твоя судьба я это понимаю но верить вам у меня нет никаких причин сначала хотя бы дайте увидеть схемицу а потом вернемся к этому разговору я надеюсь ты окажешься умнее презрительно фыркнула она встала со стула и вышла из комнаты закрыв за собой дверь на ключ мать кэтрин была из тех женщин с одним своим видом внушают вложение и даже вселяют некий трепет оставшаяся после нее тишина как будто был укоризненно звенела обвиняя меня в том что я поступил неправильно казалось будто я сделал что-то неправильно такое чувство словно меня вырвали из привычного порядка вещей пока еще никто не узнал о моем проступки никто его не осуждает но я уже сам вынес я приговор ужасно хотелось пить и есть миссис винтерс ушла всего минут десять назад на место себе не находил и наворачивал круги по тесной комнатушке правильно ли я поступил безопасности ли теперь химицу вертика скрепила и по себе шумно открылось наконец-то довольно громко сказал я и встал напротив входа однако то то было не мать кэтрина это николай у нас мало времени я не смог ничего сказать просто иступленно таращился на лицо своего врага однако он выглядел крайне взволнованным сильно вспотело глаза его лихорадочно блестели потом все потом сейчас надо вывезти отсюда пока она не вернулась он сделал шаг мою сторону и инстинктивно что-то отшатнулся почему-то отказался от ее предложения откуда он об этом знает что она вообще тут делает у вас есть предложение получше наконец выдавил себе я я же тебе помочь пытаюсь идиот а как насчет помочь химицу с ней все в порядке она уже в безопасности и вновь все стало с ног на голову только что миссис винтер сказала стоит алиф выполнял их приказы а теперь он как будто идет против нее скорее же куда я выведу тебя из здания переоденься он достал из пакета который держал в руках синюю пиццовку примерно такую в каких хотя каких ходят почтальоны а также кепку думать будешь потом или считаю судить безопаснее оставаться плену цруи конечно не хотел но как можно доверять человеку который предал свою собственную дочь все происходило слишком быстро и у меня просто не хватало времени стоит проанализировать последствия тех или иных действий может он таки одумался и решу помочь мне может это очередная ловка матери кэтрин может все гораздо сложнее почему я должен вам верить в словах мисс винтерс по крайней мере есть логика ты слишком много знаешь сделаем что им нужно и пойдешь расход а помочь тебе я могу только сейчас потом будет поздно да что же такое выдохнул я и без сил упал на стул выдохнул я и без сил упал на стул потер глаза в надеюсь что все это лишь мираж но картина словно вышедшая из-под пера воска которая заменяла мне реальность никуда не исчезла оставалось ли вслепо довериться одному из них это который уже меня обманом или шарил винтерс который еще вчера не входило в уравнение а сегодня оказалось в нем решающей частью николай химицу тебя ждет эти слова были либо дешевой и ловкой либо правдой и все мое естество хотела верить стоит а не врет из двух дол да он хотя бы мог действовать руководству и заботы химика химицу а вот мать к 3 в данной ситуации точно ничем не рисковала и представилась хорошая возможность обвинить советы в шпионаже но если не удастся это не станет шагом назад поэтому американцам я нужен живым только пока сотрудничаю если сотрудничаю ладно и ладно ведите я быстро переоделся и последовал тем по темным коридорам мы вышли в гараж не встретив никого по дороге большая подземная стоянка скорее всего мы в подвале кого-то небоскреба к боявший корпорейшн это провел меня к обычные серые легковушки и жестом пригласил сесть на заднее сидение я сделал шаг вперед и тут же зая при чувстве опасности пронзил все мое существо а спиной послужил соляк металла и тихий голос это словно извиняюсь сообщил прости николай но только так я могу обезопасить химицу я никогда по-настоящему не задумывался о его чувствах и мотивах ведь он знает куда больше меня мне это может казаться жестоким и бездушным но может ли быть так то истинная причина его поступков забота о дочери ведь на любви свет клинок ли нам не зашелся а если рассудить здраво я для нее не лучшая партия человек втянутый в разборке кгб и цру чужак в чужой стране сирота без гроша с душой как бы я сам повел себя на месте это к тому же он давно мог избавиться от меня тихо и без последствий а химица бы сказал что меня похитили советские шпионы или американцы или пришельцы с марса какая к черту разница ей бы пришлось поверить или по крайней мере смириться может быть с другой жизни она бы смогла убедить отца стою любовь ко мне важнее всего остального но в этой реальности я получил то что заслужил ну да да я не подумал об этом нашего главного героя могут также так вот так легко же убить после мгновение моей жизни тянулась как как то уж уж чересчур долго глухой клопок выстрела легкий удар по затылку и перед глазами за мгновение пролетела вся жизнь и почти в каждом воспоминании была химица радостная с улыбкой на лице грустная со следами на глазах страстная обиженная расстроенная любящая любимая как-то все это неправильно опять плохая концовка а я думаю я выйду на хорошую концовку ну вот и все ах ты блин вот так вот еще одна плохая концовка еще хуже концовка получил ну что это такое блин мне везет на плохие концовки я вот я не знаю почему ну вот так вот там была плохая концовка схемится но хотя бы николай касался оттуда щели давай убить концовка для николая самое худшее потому что он все его нету да господи ладно что поделать я не ожидал анимации персонажи арсений иванов я киро аниме я вроде знаю этого человека да быстро а я-то думал что будет хорошая концовка если мы откажем сейчас американцы нет и к тебе хорошая концовка ладно тогда мы следующий раз загружаемся и проходим и соглашаемся без винтерс и будь что будет потому что у нас выбора никакого нет она просто приказала и им бы ему убрать и убрать его и все а может и не может не она приказала кбф и корпорейшн приказали мне когда боятся корпорейшн все работают что мать кэтрин что отец химицу перемотать нельзя да ладно это мы уже мы титры уже смотрели так что я думаю не будем их смотреть их очень долго смотреть придется ну вот так вот ну что ж ну раз мы тут закончили с концовку так что давайте пока попрощаемся всем спасибо кто смотрел это был любовь деньги рок-н-ролл мы получили самую плохую концовку всех какую можно было получить то удивительно это ну это точно самая плохая концовка но хуже наверное быть уже не может ладно всем удачи до скорой встречи еще увидимся да 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 или